Удивить соседей по даче, а также привнести разнообразие в оформление своих придомовых территорий, имеют возможность дачники и садоводы. Главные помощники для них в этом непростом деле – сотрудники Ботанического сада-института ДВОРАН. Именно они сначала выращивают саженцы, а потом проводят для любителей ландшафтного дизайна ярмарку декоративных растений. Мы решили, что нам, наверное, будет удобнее, если мы будем устанавливать дни, когда горожане могут прийти и не только купить растения, но и пообщаться со специалистами. Вот этот вот аспект ярмарки, он, наверное, один из самых важных, потому что на ярмарке у нас работают научные сотрудники и сотрудники сада с огромным опытом, люди с большим багажом знаний, которым они не против поделиться. Поклонники цветоводства имели возможность приобрести в свою коллекцию – разнообразные сорта лилейников, пионов, японских ирисов, декоративные кустарники и деревья, нарциссы, тюльпаны и многое другое. Щадка – это комнатные цветы, мы их называем оранжерейными растениями, которые представлены очень многообразной группой. Вот это перед нами листья на декоративные растения. Само растение говорит за себя. Здесь красивый лист, но цветка вы не увидите яркого. Это агланемы, дихвинбахи. А вот красивая цветущая группа растений – это азалии. Другими словами, их называют еще по научному рододендрин индийский. Любители цветоводства уже с самого старта ярмарки проявили явный интерес. Многие покупали как семена, луковицы, маленькие саженцы, так и большие кусты растений. На осенней ярмарке особенный акцент всегда на луковичные, то есть это тюльпаны, сцилы, нарциссы. Ну, скорее все, что мы сажаем осенью и будет красиво весной. Ярмарка – это не только возможность выбрать эффектный кустарник для зеленой изгороди или ирисы такого оттенка, который подходит к цвету глаз хозяйки. Это отличное место, где можно узнать профессиональные ответы на многие вопросы, связанные с цветоводством, а также получить советы от специалистов по защите растений от болезней и вредителей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.